Сегодня мы поразглядываем масштабную модель осеннезаторского автомобиля на базе ГАЗ-53А, выпущенного питерскими товарищами из Deep Models неделю назад. Машинки появились в продаже в пяти разных вариантах. Что удивительно, несмотря на то, что общий тираж моделей достаточно велик, возник некий ажиотаж. Я думаю, что и питерские товарищи тоже не ожидали, что популярностью у собирателей будут пользоваться именно говновозы. Да и с распространением на этот раз вышла какая-то накладка. Собиратели уже давным-давно привыкли, чтобы проще всего и надежнее заказать модельки именно в питерском магазине, который является производителем, ну или заказчиком этих машинок у китайцев. Ведь для других магазинов, которые являются частично конкурентами питерского производителя, машинки могут просто не доехать, как бывало уже неоднократно. Однако в этот раз на предзаказы многие собиратели получили отлуп или, что хуже того, предложение купить машинки в неходовых цветах или ту модель, которая стоила 8900 рублей вместо 6900. Но не успели собиратели как следует расстроиться и обсудить создавшуюся ситуацию на форумах, как модели появились в свободной продаже практически во всех крупных модельных магазинах. Можно было пойти и выбрать машинку понравившихся цветов из пяти разновидностей. А поскольку наученные горьким опытом собиратели бронировали машины не в одном магазине, а в нескольких, то такая ситуация продолжалась аж несколько дней. То есть неоплаченные, но забронированные заказы постепенно освобождались и машинки снова появлялись в относительно свободной продаже. То есть в принципе почти все желающие смогли купить себе говновоз. Такая вот получилась горячая предновогодняя новинка. Надо отдать питерским товарищам должное. Они выпустили достаточно широкую гамму модификаций разом. То есть было из чего поубирать. Во-первых, года выпуска этих автомобилей с 1971 по 1989. И каждый собиратель мог выбрать модель того временного периода, который ему ближе. Ведь известно, что газовские автомобили отличались год от года и облицовками радиаторов, и цветами, в которые красили кабины, и другой мелкой деталировкой. Но и номера можно было выбрать и черные, и белые. Номера, кстати, DIP упростил. Было время, когда они выпускались объемными. Сейчас это просто плоские таблички. Хотя шрифт на них подобран вполне себе правильнее. Ну и надо отметить очень грамотно сделанную упаковку. Модель прихвачена к подиуму и при транспортировке отечественной почты, скорее всего, не отвалится. Конечно, жаль той уникальной системы крепления автомобиля к подиуму, которую использовал DIP на ранних моделях ГАЗ-52. Тогда модельку можно было не откручивать, а просто снять с подиума. Она держалась на защелках. Теперь обычное винтовое крепление. Достаточно неудобно, если модель хочешь снять и поставить. Моделька традиционно уже комплектуется короткими винтиками, которые надлежит вкрутить в днище, если моделька будет стоять на полке, а не на подиуме. Ну а сама модель? Сама модель за правду хороша. И надо отметить, что DIP всё-таки исправил цвет бочки. Первые прототипы, фотографии которых показали на форумах, были с бочками какого-то синеватого оттенка. Может быть, они и за правду выходили из ворот завода в городе Энгельс и Саратовской области крашенными именно таким синеватым цветом, но большинству всё-таки запомнились бочки именно серого цвета. В общем, как бы оно ни было, модель получилась вполне себе реалистичной. И цвета газовских кабин DIP тоже вполне корректно передал в соответствии именно с тем годом выпуска, к которому отнесена модель. Ну, вот у этой конкретной голубой кабины сложная судьба. Сначала нам пообещали голубую, потом сказали, что она будет песочная, а потом всё-таки выпустили голубую кабину. И это было очень удачное решение. Ну, потому что у меня ГАЗ-52 как раз с песочной кабиной и хотелось взять именно эту голубую. И вот она на полке. Кабина грузовиков семейства ГАЗ-52-53, которая выпускает китайская фирма Century Dragon для питерских товарищей из DIP Models, изучена собирателями вдоль и поперёк. Никаких откровений нет и в этот раз. И кабина, и вид снизу, и даже поворачивающиеся передние колёса на своих местах. Моделька, кстати, тяжеленная. Бочка, видимо, отлита из смолы, поэтому в руках она имеет очень солидный вес. Мелкие детали традиционно для DIP-а точны и аккуратны. Вряд ли можно найти какие-то суровые несоответствия, но недостатки у этой машинки, конечно же, есть. Во-первых, при макросъёмке хорошо видны небрежности сборки передней светотехники. В фарах и надфарниках хорошо виден клей, и он даже немного вылазит, образуя такие неприятные капли. Ну, конечно, с 20 сантиметров этого уже не видно, но осадочек-то остаётся. Причём этот нюанс китайской сборки стал характерным для всех моделей DIP Models. Точно такие же потёки клея были на хлебном фургоне, который мы с вами разглядывали не так давно. Но невооружённый фотоаппаратом глаз цепляется, конечно, не за потёки клея, а за мелкие детали. Вот смотрите, какой знак качества налепили на морду. Или резина. Резина тоже ведь отличная у DIP Models. И деталировка бочки тоже чертовски хороша. Хотя нет, есть к чему придраться и на бочке. На бочке надписи и задние номера нанесены не методом там по печати, а декалями. Поэтому при определённом освещении очень хорошо видно эту декальную плёночку. Ну, как-то не очень солидно для модели ценой в 100 с лишним евро. Ну, и, пожалуй, не хватает традиционно уже какой-нибудь трафаретной надписи на дверке кабины. Ну, говорящей о принадлежности к какой-нибудь советской автобазе. С такими надписями, конечно же, моделька выглядит ещё более реалистично. И такие варианты среди тех пяти машинок, которые выпустил DIP Models, они есть. Ну, вот этой голубой машинке трафарета на кабину не досталось. Ну, на самом деле все эти замечания можно назвать мелкими придирками. И модель на самом деле чертовски хороша. Её вполне приятно держать в руках и очень интересно разглядывать. И тем более, что DIP после многолетних рассказов на форумах об ограничениях литья из пластмассы всё-таки исправил кронштейны крепления боковых зеркал. И модель получилась отличная передающая облик прототипа. Ну, того самого говновоза, который мы много раз видели на дорогах нашей Родины. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или, если хотите, дизлайки и пишите комментарии.